Доброе утро! У вас отпуск и куча свободного времени. Чему его посвятить? Ну, конечно же, изучению иностранных языков. Но только в том случае, если вы уже в совершенстве владели своим родным языком. С чего лучше начать? Нам поможет разобраться языковед и друг нашей программы Алексей Сургутсков. Алексей, доброе утро! Good morning! Good morning! Алексей, можно ли выучить язык дома самостоятельно или без языковой школы не обойтись? Это знаете, я люблю этот вопрос перефразировать. Можно ли залечить перелом дома? В принципе, можно. Но будет, скорее всего, с какими-то явными отклонениями от нормы. Поэтому учить дома язык обязательно. С этого вообще все начинается, на самом деле. Ну и наставник. Этот наставник может быть в виде учителя из языковой школы. Либо какой-то друг, товарищ, с которым вы познакомились за рубежом иностранец. Либо это может быть ребенок ваш, который учит, скажем, язык в школе под присмотром преподавателя и так далее. Наставник нужен обязательно. Будет очень хорошо, если это будет более опытный человек, который в определенный момент должен немного подправить, скажем так, ваш язык. Ваш иностранный язык. А вот если по тем или иным причинам мы не можем все-таки позволить себе языковую школу или другая какая-то, ну нет возможности. И изучаем язык дома. Довести его до профессионального уровня возможно дома при помощи методичек каких-то или учебников или нет? Нереально. Нереально. Сразу скажу, да, до профессионального уровня, сидя там дома, уткнувшись там в YouTube, обложившись там всем чем угодно, да, в принципе. Ну теоретически возможно, но насколько это будет что-то. Ну нужно подпишать, во-первых, квалификацию обязательно, да. Во-вторых, я не представляю, честно говоря, я таких случаев не встречал, чтобы человек освоил язык самостоятельно, без каких-либо, ну наставничества, да, без каких-либо там помощников, либо без вообще поездки. Я могу поделиться своим опытом, потому что, да, я начинал английский учить уже поздно, можно сказать, да. Когда за меня взялась моя учительница Матросова Ольга Павловна в школе, у меня был запущен немецкий, мы с ней занялись английским, я на своем собственном опыте понял, что иностранный язык, в частности английский, овладеть в пределах школьной программы за год, за полтора точно можно. Вот. Требования к школьной программе, кстати говоря, не такие уж и низкие. Они достаточно высокие, вопрос, да, в уровне там преподавания, освоения там и так далее, там о методиках речь идет. И вот, ну в принципе, это очень хороший уровень. Вот, поэтому возможно, но без института, без ГОСов, да, вступительных экзаменов, без там годовой практики в стране языка, ну в зависимости от того, какой ты учишь, там в моем случае это США было. Но это было бы просто знание, которое было бы очень сложно применять, честно говоря, ну на профессиональном уровне. Вот. А что касается бытового, вполне возможно, сейчас, кстати говоря, куча бесплатных различных сервисов, когда можно учить язык. Но было бы очень неплохо, если бы вы там сидя дома все-таки приобрели какого-нибудь себе напарника, с которым вы вместе этот язык проговариваете, и вы вместе с ним растете. Если там, ну нет возможности, да, ходить. Либо найти какого-нибудь человека, куча таких сервисов в интернете, которые учат язык ваш, ну, например, русский, да. Сами они там, если вам нужен английский, там, из Англии учат русский, и вы тем самым как бы обмениваетесь. Он говорит на русском, вы говорите на английском, и там очень, очень, кстати, хороший способ обучения, не самый эффективный, но очень хороший. Вот. Поэтому надо не забывать, зачем мы учим язык. Мы учим язык для того, чтобы им пользоваться и разговаривать с людьми. Нам для этого нужны люди. Все. Поэтому, закрывшись одним, одному дома и там изучать один из способов, ну, не самый лучший, прямо скажем. А вообще, с чего лучше начать изучать? Работают ли тут же принципы, так же, как в изучении, например, русского языка, да, для АЗОВ? Или здесь все совершенно иначе строится? Абсолютно правильно, да, вы сказали. Дело в том, что нужно помнить о том, как мы, люди, я имею в виду все, вообще выучили свой родной язык. Потому что мы же родились, скажем так, абсолютно не адаптированные в языковом смысле. Ну, все мы, да. И в зависимости от того, в какую мы среду попали, вот мы изучаем, ну, в нашем случае это, например, русский язык, да, там, в младенчестве. Изучаем его, поглощаем, его впитываем и так далее. Когда мы взрослеем, у нас уже есть один базовый язык, если у нас все в порядке с головой, да, и, грубо говоря, и мы почему-то начинаем изучать другой иностранный язык по каким-то совсем другим методикам, забывая о том, как мы собственный свой освоили. Освоили мы его очень просто. Мы очень долго слушали, потом начинали, пытались говорить на нем. Кому как повезло с родителями, с терпеливыми, да, они нам просто повторяли, повторяли, повторяли. Мы пытались, пытались, пытались в ответ. Да, вот, и поэтому любой другой иностранный язык нужно изучать точно так же. Алексей, есть несколько способов изучения языка, да, и кому как, наверное, проще. Вот я, например, избрал такой способ. Я слушал песни на английском языке, какие-то простые, примитивные, и смотрел фильмы на английском языке с субтитрами. Выписывал или фразами, или словами отдельными, запоминал их, и потом уже пытался конвертировать это все в предложение. Это действенный способ или это один из самых дилетантских простых способов? Вы на языке говорите? Ну, я думаю, что да. Мне кажется, что да. Вот, вы ответили на этот вопрос. Я сам с такого начинал, на самом деле. Песни, любимые песни, любимые группы, о чем они там поют. Вот, это как раз к тому вопросу, что же я буду вообще на языке-то говорить. Да, я буду песни обсуждать, что я буду обсуждать. Вот эти песни, да, вот этих исполнителей, о чем они вообще поют. Вот, понятное дело, словарики. И вот здесь как раз и начинается тот момент, когда мы называем, когда появляется мотивация. Это, по сути говоря, мотив, зачем вам нужен какой-то иностранный язык. Вот, слышать хочу, понимать, о чем они поют. Все, выучил, потому что тут эмоциональное подкрепление очень сильное, привязанность к этому, любовь, можно сказать, да, как исполнитель любит песня. И очень быстро происходит процесс обучения. Когда я понимаю, зачем мне это надо, и когда мне нравится, что я делаю. Вот и все. Поэтому это отличный способ. Я всем рекомендую, кстати говоря, песни, затем кино. Потому что кино, по сути говоря, это, ну, это же мы как бы в замочную склажину, да, подглядываем жизнь чью-то, да. Там происходит как раз вот то, что нас окружает, бытовая жизнь обычная. И если мы начнем понимать кинофильмы, если это, кстати, ну, не боевики или фантастика, да, там чуть посложнее, вот, то будьте спокойны, то вы вполне можете коммуницировать, да, потому что кино отлично, да. Конечно, плюс там субтитры сразу, можно я там, это, как, плохой совет, да, ни в коем случае, если вы хотите, чтобы ваш уровень владения языком вырос иностранным, ни в коем случае не включайте русские субтитры. Потому что у вас происходит следующее, вы не кино смотрите, а вы кино читаете, сидите. И уже не обращая внимания, что там происходит вообще на экране, вот, вы можете просто почитать книгу, это будет полезнее на самом деле. Вот, поэтому если кино, субтитры отлично, но только на языке оригинала, а потом их вообще выключаем и пытаемся догадаться, о чем там вещь. Вот, поэтому только так. Отличный способ. Алексей, если все-таки в силу, допустим, профессии или, может быть, обучения, необходимо выучить несколько языков иностранных, есть ли разница, с какого языка начать? Есть ли некий базовый язык, да, чтобы от него отталкиваться, и было легче уже учить остальные языки, или разницы нет? Я вас поздравляю, вы владеете каким-то своим родным языком, базовый у вас уже есть, все. Вам от него никак не отвертеться. База у вас есть, любой другой иностранный, ну, по нужде, что называется, да, вот, какой вам больше всего нужен, где-то тот язык, на котором вы собираетесь больше всего говорить, с тобой и начинайте. Вот, несколько языков. Ну, сейчас это английский, да, потому что он, ну, назовем его так, скажем, ну, достаточно примитивный по сравнению с другими сложными, его достаточно просто выучить. Именно поэтому он, кстати, и распространился по всему миру, в том числе. Вот, поэтому можно начать с него, он универсальный, вообще признанный. Даже в любом, там, в Мозамбите можно попробовать, попытаться, да, поговорить на английском, если нет, ну, тогда местный. Вот, поэтому без разницы, на самом деле, какой брать. Алексей, спасибо вам большое, все, как всегда, по делу, все ясно, все просто. И, как говорят у нас англичан, thank you so much, good to see you again, have a nice day. Thank you very much, have fun, and have fun with the studying English. Goodbye. Goodbye. Продолжение следует...